Психотерапевт Мне трудно сказать, потому что я учусь последние 10 лет постоянно. Последние навыки – это, наверное, психосоматика. Это, наверное, о том, как эффективно через психотерапию помогать в исцелении заболеваний. О, это интересно. Мне один психотерапевт говорил, что у нее плохое зрение, потому что она не может видеть несовершенство. Возможно. 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 Или она просто нахвалила себя, но не важно. Такая тема мы вас пригласили по поводу ресурсов, как их использовать, потому что, опять же, я не устаю напоминать о том, что каждый человек, он талантливый по природе, у каждого есть свои какие-то преимущества, но, к сожалению, не каждый их использует. Это очень, очень прискорбно, но так оно и есть, хорошо это или плохо. Как нам научиться вытаскивать из себя эти ресурсы? Да, да, да. Или хотя бы понимать, где они находятся. Ну, во-первых, ресурсы и опора на себя у человека устойчивая тогда, когда он принимает себя таким, как он есть. Когда у него есть чувство самоуважения, чувство собственного достоинства, когда есть вера, когда есть система жизненных ценностей. Вот тогда человек будет устойчив. И в жизненных каких-то невзгодах, если его так жизнь качнет, то, знаете, как вот неваляшка-игрушка, да, вот ее качнешь, и она поднимается. Вот тогда этот внутренний такой центр работает, да, и человеку легко вставать. Вот, кроме того, есть еще внешние опоры, внешние ресурсы. То есть это семья, это друзья, коллектив, профессиональные навыки, это доход, это внешний вид. Да, вот почему женщины так стремятся хорошо выглядеть, потому что это тоже одна из... Наши украинки. Да. Это правда. То есть это должно быть комплексным, нельзя сказать, что что-то одно кардинально влияет. Скорее всего, что вот центр, это вот это принятие себя, да, вот, и если его нет, то тогда нужна компенсация в виде, там, дохода большого, либо успехов больших. Вот, важно все-таки вот... Килограммы печенья, например, сладкого вечера. Да, да, может быть и... Если какие-то напутствия, вот мы просыпаемся утром, смотрим на себя в зеркало, и что, что мы должны... Я супер. ...про себя себе сказать, то есть такое, что на нас будет влиять и будет иметь влияние, что должен человек сам себе говорить. Во-первых, помнить о том, что он умеет, что он знает, помнить о том, что я такой, каков есть, да, и я таков достоин любви, уважения, признания и так далее. Очень важно для того, чтобы быть устойчивым по жизни, для того, чтобы быть в доступе к своим ресурсам, важно понимать и принимать свои чувства. Ну вот они такие на данный момент, даже если штормит, даже если это чувства такие, скажем, как гнев, раздражение, там, бессилие, вот важно это все принимать в себе, да. Вот, важно честно себе об этом говорить. Вот есть такой парадокс, да, когда человек признает свое бессилие, он обретает устойчивость и силу. Ага. Знаете, Светлана, это такая скользкая дорожка, вот когда ты принимаешь себя таким, какой есть, но в руках, скажем так, не очень хорошего человека, назовем это так, хотя я не люблю вешать ярлыки, это может превратиться в самовлюбленность. Вот я такой, какой есть, я меняться не буду, и вот как вот эту черту не переступить, надо, ну, важно разделять, что есть принятие себя, а что есть, вот, я не хочу меняться, потому что мне вот, видите, или я такой вот, у меня корона на голове. Ну, очень просто на самом деле. Если я принимаю себя, то я таков, какой я есть, просто я, у меня есть свои особенности. Корона на голове, она возникает тогда, когда человек ставит выше себя. Ну, знаете, за счет короны рост увеличивается. Ну, немножко. Вот, и вот возникает как раз то, что вы говорите, самовлюбленность, да. Вот, поэтому вот по внутреннему ощущению, если для себя, да, вот, вот, насколько я чувствую, что я такой же, как все, да, я чего-то достигла, да, я что-то умею больше, но, в принципе, я такая же. У каждого своя судьба, у каждого свой путь. И сравнивать две дороги, которые идут на одной плоскости, их просто, ну. То есть я хорош, но и вы тоже очень. Хорошая, но наряду со сознанием самого себя. Нужно все-таки ставить себя на одну линейку с остальными, для того, чтобы понимать, насколько ты адекватно сам себя воспринимаешь? То есть сравнивать все-таки с посторонними, с окружающими людьми себя нужно или не стоит этим заниматься? Скорее всего, это ловушка. Сравнивать себя можно только с собой, прошлым, да, вот раньше я бежала с три раза больше, чем сейчас, например, или раньше вот у меня вот столько было знаний, чем сейчас, а сейчас столько. Вот, скорее всего, сравнение с окружающими, оно и дает вот это превосходство. То есть я либо хуже, либо лучше, да, и мы попадаем либо… А результата никакого нет. Да, результата мы не достигаем. Вот иногда это подстегивает, иногда это подстегивает. Но если человек зависает в том, что я хуже кого-то, вот тогда это, ну, не очень хорошую службу служит. Еще я слышала, что есть такая система, так скажем, когда человек немножечко застопорился и не знает, как ему быть дальше, что же ему… как действовать в жизни. Ему нужно сесть и вспомнить себя в тот же самый день, в котором он находится, но год назад. Вот, и понять, что же с ним видоизменилось. И это ему поможет в дальнейшем более открыть путь своего действия. Действительно ли существует такая система или нет? Ну, я бы сказала, что в легких случаях она может помочь. Ну, год назад или месяц назад. Ну, вы, по-видимому, говорите о точке отсчета, когда было еще хорошо, да, когда человек чувствовал себя уверенно и комфортно. То есть вернуться в какое-то ресурсное состояние. Вот, наверное, об этом речь, потому что… То есть бывают ситуации, когда мы теряем свои ресурсы. Конечно. Ситуаций очень много, когда мы теряем свои ресурсы. Ну, очень быстро они теряются в ситуациях конфликтов, травм эмоциональных, в ситуациях болезней каких-то, неприятностей. Вот в этот момент очень важно не проживать это все в себе. Важно идти в люди, как говорится, да, идти к друзьям, там, поделиться в семье с коллегами, с психологом. Потому что в одиночку прожить это сложно, да, и как раз-таки в такой момент человек и утрачивает эту опору на внутренние ресурсы. Ему нужны внешние, ну, в виде кого-то или чего-то. То есть человек, который не любит делиться своим, личным, даже с друзьями, близкими, будет тяжело. Ему сложнее проживать. Ему сложнее. Он варится в себе. Ну что ж, большое спасибо вам за такую содержательную беседу. Вот, я надеюсь, что наши, ваши советы нам помогут и нашим дорогим телезрителям также обрести внутренние силы в себе. Так, а еще на останок хочется пытаться, а я, как все-таки эти ресурсы восстановить, если ты уже потерял, вот так, может быть, кратко так, как все-таки восстановить или вспомнить, да, у меня есть. Ну, во-первых, важно, опять-таки, возвращаться в себя. Вот техника, которая возвращает себя, это вот я здесь и сейчас. Вот что я чувствую, что я ощущаю, что у меня есть на данный момент, где я, кто меня окружает и так далее. Важно очень, ну, может быть, составить реестр каких-то своих успехов на данный момент. Да, в чем-то вот не сложилось. Список успехов в реестре. Но, тем не менее, есть еще что-то. А нас была Светлана Иваненко, психотерапевт. Дякую, что пришли и поделились корисным парадом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова